Долгое время считалось, что португальский исследователь Магеллан был первым, кто сообщил о таинственных гигантах Патагонии в 1520-х годах. Однако это совсем не так. Арабский путешественник 10 века Ибн Фадлан, как правило, совершал сухопутные экспедиции, но все же решился на единственное в своей жизни путешествие по воде. Ему принадлежит описание большеногих добрых обитателей неизвестного материка на другом конце света. Многие исследователи считают, что речь идет о Патагонии. Всего о необычных гигантах рассказывали более 10 мореплавателей, побывавших в этих краях. Их рост по разным оценкам составлял от 2,5 метра до 3,5 метра. Энтони Книвет рассказал об обнаруженных им и его командой трупах, длина которых составляла почти 3,5 метров. Примерно в те же годы другой путешественник, Уильям Адамс, описал в своих дневниках вооруженный конфликт с местными жителями. Сила дикарей была настолько велика, что они бросали огромные валуны, которые пробивали деревянные конструкции корабля. Также о гигантских обитателях Америки сообщали Джон Байрон, Томас Кавендиш, Хуан Эстер и другие. Только в XIX веке французский натуралист Альсид де Арбени описал патагонцев как красивых и высоких. В своей публикации он исключил возможность существования гигантов в Америке. Но можно ли доверять только одной публикации, в то время как на протяжении веков было довольно много сообщений о встречах с гигантами Патагонии. Многие путешественники рассказывали о своих встречах с ними. В 1902 году в Бельгии была опубликована сенсационная статья. Индейцев из Америки привозили на европейский материк в качестве рабов. Среди них были образованные люди, что сильно удивила общественность, и у одного из представителей краснокожих было взято интервью. Среди многочисленных вопросов была затронута тема других народов далеких земель. В своем ответе коренной американец рассказал, что до прихода европейцев на его родных земля проживало более 80 различных национальностей индейцев. Среди них были высококультурные и образованные, а были и дикие, например, патагонцы. По его словам, они были очень сильными воинами. Их рост превышал человеческий почти в два раза, и они легко могли одолеть любого зверя. С приходом европейцев началась охота на гигантов. Их отстреливали как животных. Из-за этого к середине 18 века великанов почти не осталось, а территории были заселены соседними племенами. Это важный момент. Оказалось, что Магеллан, Фадлан-Байрон и Кавендиш все еще могли видеть настоящих патагонских гигантов, а господин Деорбеньи уже нет. Тогда получается, что все путешественники правы. Гиганты действительно обитали на территории Америки, но были истреблены прогрессивными европейцами. А чтобы не пришлось за это каяться и быть наказанными, культуру гигантов Патагонии вычеркнули из разряда науки в мифологию и фольклор. Тате в 2013 году были обнаружены костные останки 13 особей, рост которых составлял около 3 метров. Это открытие должно было перевернуть современные представления о патагонцах, но испанские специалисты посчитали, что обнаружили кости гигантопитека. Российский палеонтолог Александр Белов рассказал, что с ним поделились фотографиями находки и, по его мнению, черепа абсолютно не соответствовали стандартам гигантопитека. Может быть, они принадлежали гигантам Патагонии. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.